Да-да-да, и я туда же. Да, я знаю, уже много роликов есть на эту тему, но понимаете ли, при установке этого крутого счетчика ПП на стрим у меня появились проблемы. Мне удалось их решить, и я хочу поделиться этой информацией с вами. Для начала я расскажу, как установить этот крутой счетчик ПП на стрим. Переходим по ссылке в описании, листаем ниже и нажимаем на эту надпись SYNC. Скачиваем, разархировываем, куда вам нужно, и запускаем саму программу. У нас появляется сам счетчик, который нам нужно будет вставить в OBS. Запускаем OBS, добавляем захват окна, накладываем фильтр Chrome OK и настраиваем под себя. Вроде бы все, мы запускаем OSU и играем, но не тут-то было. Простыми словами, OBS обновляет окно, как только оно активно. А когда поверх этого окна работает приложение в полноэкранном режиме, то оно обновляется только, когда сворачиваешь игру. Ну, в нашем случае это OSU. Итак, как это исправить? Захожу я, значит, на этот же сайт и начинаю изучать, что же там написано такого. И вот я нахожу эту строчку. Здесь написано, что нужно изменить в файле конфига одну строчку и вместо false поставить true. Дальше все данные будут записываться в текстовый файл под названием rtpp.txt, находящийся в папке plugins. Однако, если это все проделать, то текстовый файл там не создается, а если его создать вручную, то туда ничего и не записывается. Идем дальше. Дальше я нахожу вот такую строчку, которую я пропустил. Переходишь, да-да, именно ты. По второй ссылке в описании. Ну и, в принципе, тут уже есть готовый гайд, как все настроить. Ну и, в принципе, мне тут больше делать нечего. Давайте всем удачи, всем пока. Ну, а если тебе лень читать, то говорю вкратце. Нажимаешь сюда, качаешь, скидываешь содержимое в коренную папку OBS. Затем заходишь в конфиг, находящийся в папке, где находится эта программа, и меняешь это значение на MMF. Запускаешь программу, запускаешь OBS. Добавляешь текст GDI плюс MMF. Боже, какие же названия, но придумывают. Вписываешь в эту строчку rtpp. И все, готово. Ну, думаю, этот гуид был полезен чем-то. В общем, всем спасибо за просмотры. Если тебе он был действительно полезен, ставь лайк. А если нет, ставь лайк. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok